Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» и сегодня в нашей студии первый заместитель главы администрации города Андрей Витальевич Бондурко. Здравствуйте, Андрей Витальевич! Здравствуйте! Андрей Витальевич, Вы курируете жизненно важные сферы жизнедеятельности муниципалитета, сфера ЖКХ, жилищная политика, предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения. Давайте об этом сегодня поговорим, о некоторых итогах, о перспективах работы. И скажите, что-то из предыдущего опыта работы пригодилось сейчас в должности первого заместителя главы администрации? Что Вы использовали и, может быть, чему-то пришлось научиться? Ну, предыдущий опыт работы у меня связан с работой на предприятиях ТЭКа по направлению энергетики в должности главного энергетика. Работа связана именно с обеспечением бесперебойного энергоснабжения производственных процессов. Эта работа связана с работой с персоналом в том числе, потому что на всех объектах работает персонал. И руководитель такого подразделения энергетического отвечает за каждого работника, который находится и работает в этих условиях. А работа персонала энергетического связана с опасными производственными факторами. Это повышенное напряжение, избыточное давление, повышенная температура рабочей среды. Я вынес такой опыт, что нужно быть требовательным к себе, к работникам, к подчиненным, а еще фокусироваться на определенных задачах и оперативно принимать решения, как в поседневной деятельности, так и в аварийных ситуациях. И это решение в аварийной ситуации должно быть единственное и верное. В сфере ЖКХ, это сейчас, чем мы занимаемся, мы должны обеспечить надежное и качественное электроснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства, чтобы всем жителям нашего города было комфортно жить. Жилищная политика выстраивается в тесном взаимодействии со строительством в нашем городе. И результаты прошлого года мы уже видим, практически в каждом микрорайоне нашего города есть стройка. Скажите, как это повлияет на решение проблемы ветхого аварийного жилья и какие планы в будущем году по строительству? Темпы строительства сейчас набрали хорошие. В 2019 году, в четвертом квартале, именно в декабре, сдан в эксплуатацию дом номер один во втором микрорайоне. На сегодняшний день строится уже 10 домов. Темпы хорошие строительства. Это в девятом микрорайоне, в седьмом микрорайоне, в пятом микрорайоне. Также приступили к строительству домов в восемнадцатом микрорайоне. Выделены земельные участки уже. В семнадцатом микрорайоне строится коммерческая недвижимость. У нас действует программа. Это переселение из аварийного фонда. Именно под эту программу строятся эти дома в девятом, пятом микрорайоне и в седьмом микрорайоне. Также планируется застройка в восемнадцатом микрорайоне, именно под переселение из аварийного жилья. В семнадцатом микрорайоне строятся четыре дома. Это коммерческая недвижимость, это для работников именно бюджетной сферы, специалистов, которые планируют улучшить свои жилищные условия. Эта программа инициирована нашим губернатором Дмитрием Андреевичем для оказания помощи именно работникам бюджетной сферы. Эта помощь 40% от стоимости жилого помещения работникам компенсируется из бюджета округа. А также они могут принять участие в ямальской ипотеке, оформив кредит ипотечный по сниженной ставке. И много таких участников в нашем городе? На сегодняшний день у нас 32 участника. На 2020 год мы планируем еще заявить 52 участника этой программы. А будет ли продолжена уже ставшая очень популярной программа поддержки молодых семей по приобретению жилья уже во вторичном жилом фонде? Да, конечно. Молодые семьи в 2019 году получили все желающие поддержку. На 2020 год эта программа продолжит существовать. Всем желающим будет оказана необходимая поддержка по приобретению жилья. Андрей Витальевич, коммуналку у нас не ругает лишь ленивый. Хотя, может быть, это и совсем не так. Какую оценку вы бы дали работе этой сферы? И скажите, как в наступившем году будет происходить взаимодействие городской власти, в частности управления жилищно-коммунального хозяйства и бизнес-структур управляющих организаций? С ресурсоснабжающими организациями, с управляющими компаниями мы еженедельно проводим рабочие совещания. Все проблемные вопросы, наболевшие вопросы, которые скапливаются, они решаются оперативно на этих совещаниях. На этих совещаниях обговариваются вопросы, которые находятся, ну их решения находятся на границе балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности. Это ресурсоснабжающие организации, управляющие компании. Спорные, так скажем, вопросы по инженерным сетям. Проблем пока нет с решением этих вопросов, все решается в рабочем порядке. Жалоб от жителей достаточно, мы их сразу фиксируем и стараемся отработать оперативно. Жалобы есть на уборку снега, на уборку придомовой территории, на уборку общедомового имущества. Это наведение порядка в местах общего пользования, если это общежитие, это в душевых, в коридорах, на кухнях. Решаются эти вопросы. Жители платят за содержание общедомового имущества и хотят, чтобы услуги предоставлялись качественно и в срок. Мы поддерживаем, защищаем наших жителей и требуем от управляющих компаний качественно выполнять свои обязательства перед собственниками жилых помещений. В муниципальном образовании существует отдел муниципального жилищного контроля. Этим отделом осуществляется контроль управляющих организаций за соблюдением законодательства, за соблюдением жилищного кодекса. Это в части оказания, качественного оказания услуг. В 2019 году проведено 4 проверки, плановых проверки и 6 внеплановых проверок. По внеплановым проверкам были организованы проверки жилфонда и замечания, направленные в государственный жилищный надзор по компетенции. По замечаниям, выявленным на муниципальном жилфонде, замечания были выданы управляющим организациям. И одна организация управляющая была привлечена к административной ответственности. Все замечания устранены. Хотелось бы дополнить, что в 2020 году введен мораторий к субъектам малого и среднего предпринимательства. Поэтому проверок управляющих организаций в 2020 году у нас не будет. Это не будет плановых проверок, а внеплановые они в каком случае проводятся? Неплановые проверки проводятся по обращению собственника, если мы говорим за муниципальный жилфонд, и по требованию госжилнадзора. Можно отметить, что отдел муниципального жилищного контроля очень плотно занимается признанием домов аварийными. Это по заявлению от собственников, а также по заявлению от администрации города, управления жилищной политики. В 2019 году 30 домов было признано аварийными. Какие планы в этом году? На этот год у нас в планах около 40 домов признать аварийными. Нам необходимо интенсивно признать домов аварийными, для того, чтобы у нас был план и график их расселения и последующего сноса, ликвидации. Жители нашего города активно сообщают о своих проблемах в жилищно-коммунальной сфере и используют для этого социальные сети. Если реагируете, то как? Мы реагируем постоянно. Ни одно обращение от жителей города не остается без внимания. Стараемся также давать оперативно-обратную связь, отвечать жителям о сроках устранения дефектов, которые они выявляют, и выполнения их заявки, так скажем. Потому что иногда они, не обратившись в управляющую компанию, обращаются сразу в соцсети. Мы эту заявку дублируем в управляющую компанию и уточняем дату устранения того или иного дефекта. И сроки выполнения этой заявки передаем заявителю. На базе «Автодорсервис», это муниципальное унитарное предприятие, планируется в соцсетях создать мобильный сервис. А на базе «Автодорсервис» есть диспетчерская служба, которая будет отрабатывать заявки в компетенции «Автодорсервис». Это вывоз твердых коммунальных отходов, ну и уборка автомобильно-дорожной сети. Все заявки будут приниматься там, и если заявка не в компетенции «Автодорсервис», это уборка придомовой территории, она будет транслироваться в управляющую компанию. В этом направлении у нас все-таки в перспективе создать единую аварийно-диспетчерскую службу ЖКХ, которая будет принимать заявки по всем направлениям жилищно-коммунальной сферы. Касается это управляющих организаций, касается это «Автодорсервиса», любых услуг коммунального характера. И, консолидируя эти заявки, будет осуществляться передача этих заявок по компетенции, чтобы жители комфортно себя чувствовали. Они должны в одно место обратиться, задать вопрос и получить обратную связь. Время не дать и устранение своей заявки, своего обращения. Я правильно понимаю, что речь идет о мобильном приложении? Это будет также и мобильное приложение. Но мы говорим, что аварийно-диспетчерская служба единая, ЖКХ, это, естественно, люди, это персонал, который будет работать. Вопросы безопасности, жизнедеятельности, предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций, они крайне важны, конечно, в городе и для жителей. Скажите, как выстраивается работа в этом отношении? И насколько могут быть спокойны губкинцы? В целях предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города создано муниципальное звено территориальной подсистемы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которые входит координационный орган, это комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постоянно действующий орган, это орган специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения, Это наше управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Орган повседневного управления – это отдел единой дежурно-диспетчерской службы 112. Силы и средства, включая в себя людские ресурсы – это 12-я пожарно-спасательная часть, это наши медики, это представители органов внутренних дел, это оперативные службы «Ямалкоммунэнерго», «Губкинских городских сетей» и «Горгаза». Также в случае необходимости привлекаются транспортные звенья с предприятий города. Скажите, вот все перечисленные выше, и людские, и материальные ресурсы, они находятся, я так понимаю, в постоянной готовности, а происходят ли какие-то учебные мероприятия? Конечно, учебные мероприятия у нас происходят, они выполняются по графику, а также перед праздничными днями проводим тренировки. Каждое звено само по себе является самостоятельным, и внутри на предприятиях также проходят и проводятся противоаварийные тренировки. Но для того, чтобы обеспечить координацию, мы проводим общие тренировки, когда собираемся и задействуем все необходимые службы и структуры. Скажите, сообщения на единую диспетчерскую службу, наверное, самые разные поступают. Как прошли новогодние праздники и в целом, как закончился первый месяц этого года? Новогодние праздники прошли у нас без значимых происшествий. Ситуация, оперативная ситуация в городе благоприятная, поэтому жители нашего города могут спать спокойно. В нашем городе построена система видеонаблюдения. Все данные выводятся в единую диспетчерскую службу. Это очень помогает контролировать и влияет на безопасность в нашем городе, потому что все факты, которые могут произойти на общественных местах, в основном камеры установлены на общественных местах, и на автомобильно-дорожной сети города, фиксируются. И в случае необходимости представители органов внутренних дел обращаются за помощью, и мы им предоставляем сведения с этих камер видеонаблюдения. Эта система будет развиваться? Систему планируем развивать. Разработана проектная документация на установку еще 90 камер видеонаблюдения к нашим 50 существующим, находящимся в эксплуатации. И в ближайшее время мы продолжим реализовывать данный проект. Спасибо, Андрей Витальевич, за ответы на вопросы. А я напоминаю, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова